Всем рукодельный привет! Меня зовут Даша, вы на моем канале о вязании и в сегодняшнем видео я хочу начать запись нового вязального влога. Надеюсь, вы приятно повяжете и проведете время вместе со мной. Давайте начнем! Угадайте, зачем я к вам пришла? Между прочим, я пришла не просто так. У меня для вас есть распаковочка. Распаковочка пряжи из интернет-магазина Пряжа Су. Я уже тут немножко почикала, чтобы вам все сразу открыть и показать, но внутрь еще не заглядывала. Хотя я знаю, что там внутри, но для вас интригу сохраним. Хоба! Ничего не понятно. Надо достать и открыть еще для начала пакетика, достать накладную. Итак, накладную я пока уберу в сторону. А что же нас ожидает там внутри? Казалось бы, в пакете это выглядело пообъемнее, но на самом деле ждет меня здесь очень вкусная посылочка, очень вкусные моточки. Мне кажется, вы сразу обратили внимание на одну пряжицу, которую я вам уже показывала ранее. И давайте, наверное, с нее и начнем. Мне здесь пришло пять моточков. Ну, вот так вот можете прочитать. Ладно. Пряжа от Сиам, называется она Лиоцел. Это 100% Лиоцел вискозы из эвкалиптового волокна. 50 грамм, 125 метров. И я уже заказывала в прошлой посылке мне приходила пряжа, когда из пряжи Су. Я себе дозаказывала один моток Бетти, и там я брала себе один моток этой пряжи на пробу. И она мне понравилась, хоть я из нее и не связала еще даже образец. Я поняла, что мне нужно срочно ее на плечевое. Это вот моточек, который у меня был куплен заранее. Давайте посмотрим, кстати, совпадает у нас ли лот. Да, все отлично, 22-й, 22-й. Итого у меня получается теперь 6 моточков, которых мне хватит на плечевое изделие. Цвет 18-й, если я вам еще не сказала. Это супер блестящая, красивая ниточка. Я на самом деле боюсь ее вязать на металле, потому что, мне кажется, она будет супер скользкая, но все-таки это вискоза. Нужно попробовать будет связать ее на дереве, и мне кажется, она вот выглядит совсем-совсем не как лето. То есть, если присматриваться к этой ниточке, она выглядит как какая-то такая, знаете, махерно-шелки или вот что-то такое. И по ощущениям она более шерстистая, но очень холодит. То есть, я ее в руках держу, она достаточно прохладная. У нас на улице жарковато, около плюс 22, но все равно это достаточно жарко. Я решила, что я все-таки возьму эту ниточку, пусть она у меня будет в запасах, и у меня ее теперь будет 6 моточков. И этих 6 моточков, мне кажется, должно быть достаточно для того, чтобы связать полноценное плечевое изделие. У меня вообще в мыслях на эту пряжу такой процесс. Кофточка на запах, то есть кофточка на завязочках. Кофточка на завязочках с коротеньким рукавчиком. Я вам покажу, повставляя примерные фотографии, как я себе представляю это. И это должно быть связано на достаточно маленьких спицах, чтобы поплотнее было. Тут нам рекомендуют брать спицы от двух до трех с половиной. Я думаю, что 3-3,25 максимум, наверное, для этой пряжи у меня будет. Так что нужно будет попробовать обязательно. Но в две ниточки я ее точно вязать не хочу, потому что получится слишком толстое полотно. И подмешивать к ней тоже ничего не хочу. Хочу посмотреть, как эта ниточка сама по себе будет себя вести. Поэтому я думаю, что кофточку на запах связать можно будет. Без узоров, без всего, просто лицевой гладью будет смотреться достаточно красиво. Я посмотрю, возможно, какие-то описания подберу под этот процесс. Этот моточек оставим на самое сладкое. Но вот это мне пришел под мод к пряже из моих запасов. Я надеюсь, что она по цвету подойдет. Все благодаря Кате. Потому что Катя заставила меня влюбиться в эту ниточку. Это Сиам Аура. У меня, кстати, в этот раз получилось два артикула от Сиам. Удивительно, как-то неожиданно. Я не планировала специально брать только Сиам. Вот как-то так вышло. У меня есть уже в запасах пять моточков Сиам Аура в бежевом цвете. И когда мне Катя их подарила, я их вот так вот просто щупала, и у меня мурашки по телу бегали, потому что это просто нежнейшая ниточка. Это 70 процентов Сури альпака, 30 процентов полиамида. Вес 25 грамм, 225 метров. Достаточно такой большой моточек объемный. Тоненькая ниточка. Здесь ниточка идет... Так, вот так ее аккуратно подцепить. На темной нити, в темную нить нанизаны цветные пушинки. Если можно так сказать. То есть у меня вот такой припыленный джинсовый цвет. Цвет номер 822. Рекомендуемые спицы, кстати, крючок 3-4. Но я образец еще из нее не вязала, но я просто вот на нее смотрю, и мне уже хочется что-то из нее сделать. И я ее купила. Вот угадайте, для чего у меня 6 моточков? Во-первых, я вот такой нехороший человек. Я изначально этот цвет хотела, а этого цвета оставалось всего 6 моточков. И я подумала, ну, надо, наверное, забирать все 6. Я хотя бы взяла, наверное, бы 5, но если их 6, ну, кому один последний моточек нужен будет? Заберу его тоже себе. И у меня есть... Вы, если давно на моем канале, то знаете, что мне в начале года... Что-то у меня эта ниточка запуталась. Погодите. Размотаю ее вон тут за кадром. Эта бобинка какая-то потрепанная получилась. Вот. Спойлер. Бобинка, значит. У меня есть вот такая вот ниточка. Это стопроцентный лен. Лен, который называется, насколько я помню, Лина. И здесь идет... Я вам подпишу, потому что на память я не вспомню, а тут этикеточки нету, и я ее не вклеила. 700 метров на 100 грамм. Стопроцентный лен. И вроде... Это все, что я о нем знаю. Красивого джинсового цвета. И так как у меня всего его 200 грамм, и ниточка достаточно тоненькая, я изначально думала, что я буду вязать ее на крючке. Но потом подумала, что... Точнее, не подумала. Я подсмотрела. Мне понравилось, как в аккаунте интернет-магазина Дом Пряжи, они мешали Кид Махер вместе с Альном. И мне так понравилось, как выглядит. Они вязали такие кофточки лицевой гладью, своеобразным вырезом. То есть, как знаете, паутинки такие своеобразные. И мне так понравилась эта идея, что я решила, что мне нужно тоже этот лен куда-то подмешать. Так как у меня его на плечевое изделие, по метражу, к нему нужен подмод. И я подумала, что взять вот такую альпаку в подмод будет очень красиво. Во-первых, она немножко выбелит. Вот вам кажется, что вот он серенький. На самом деле он красивый джинсовый. Джинсовый с седыми волосочками. Но достаточно сложный, мне кажется, для искусственного освещения цвет. Давайте возьмем одну ниточку. И я вам покажу, как это выглядит в полотне. Возможно, кстати, в этом влоге. Почему бы и нет? Давайте свяжем образец, чтобы уже сразу понимать, как это будет выглядеть. Главное потом не соблазниться. Ой, какая она невесомая. Вот я ее просто беру. Вот, посмотрите. Хотела сказать, ужас какой. Но это же круто. Так. Мне еще понравилось, как в доме пряжи берут, показывают, как смотреться будут две ниточки между собой. Берут их, соединяют. И вот так вот сматывают. Ой, вот просто посмотрите. Даже не видно, где здесь что. Все слилось. Ну-ка, давайте поменьше сделаем ниточек. Чтобы было понятнее. Вот так. Мне кажется, будет смотреться очень красиво. То есть будет такой деликатный пушочек. Я возьму, наверное, спицы какие-нибудь 3,75 свои любимые. Чтобы альпаке было куда распушаться. Либо возьму даже, наверное, четверку. И попробую отвязать образец. Я, наверное, далеко сейчас это убирать все не буду. Я сделаю себе отмот вот этой. Либо не отмот, либо сейчас это рядом с кроватью поставлю. Я потому что вяжу перед сном в кровати и повяжу этот образец. Мне кажется, что-то красивое должно получиться. Вот у меня такой план на эту пряжу. То есть получается у меня по факту, если у меня здесь 1400 в бобине. 1400 в бобине. 5 по 225. Ну да, у меня получается 6 моточков в аккурат и должно хватить. Надеюсь на это всем сердцем. Потому что математик из меня очень плохой. То есть вот у меня получается 6 моточков, но это просто облачка. Причем у нее... Ой, посмотрите, какая красота. Причем у нее цена достаточно бюджетная для такого состава. То есть дропс сейчас очень дорогой. А вот эта пряжа, например, как замена браш-тальпа-косилка. Почему бы и нет? Вай! Насколько я помню, у него цена, как раньше у дропса была, в районе 220 рублей. Давайте посмотрим. Немножко обманываю вас. Лиацелл, я вам скажу сразу информацию. Стоил 180 рублей. Пряжа Аура 285 рублей за один моточек. И мы сейчас плавно подходим к последнему моточку, который у меня здесь есть. Вот так вот красиво сейчас все тут положим. Угадаете, что это такое? И почему оно такое красивое? Во-первых, я удивлена, что эта ниточка такая воздушная и пухлая. Раз, два, три. Та-дам! Носочная пряжа. Я просто не удержалась. Я когда увидела эту новинку, я просто... Держите меня семеро, бейте по рукам. Даша, ты видишь цену на эту носочку? Я просто... Я ничего не вижу. У меня, знаете, очки такие темные на глазах были. Я вот просто забыла вообще, как дышать. Я когда увидела эту носочку, Это носочная пряжа от Лэнг. Называется она Wool Addicts. Надеюсь, я правильно произношу. Footprints. Цвет, я так понимаю, 1115. Или 004. Возможно. 100 грамм 400 метров. Это итальянская носочная пряжа. И по составу здесь у нас... Давайте читать. 45% хлопка. 42% натуральной шерсти. И 13% полиамида. То есть у нас всего лишь 13% синтетических волокон. А с пометкой Super Wash. Рекомендуемые спицы у нас 2,5-3,5. Но ниточка, кстати, достаточно пухленькая. Вот если посмотреть вот так. Даже в натяжении. Мне кажется, она достаточно пухленькая. И я, выбирая из всех цветов, выбрала именно этот, потому что мне захотелось чего-то такого пастельного и нежного. Я в последнее время покупала очень яркие носочные пряжи. Такие неоновые. И вот именно у этой пряжи есть неоновые классные оттенки. Яркие, такие радужные. Но я решила, что мне нужно что-то более спокойное. И я думаю, что мы в ближайшее время начнем с вами... Откроем осенний сезон вязанием классных носков. Потому что тут уж красота неописуемая. А вот это уже неприятненький момент, если честно. Ну как так? Ну, юберный театр. Как так могло получиться? Ну ладно, он просто немножко тут скукожился. Ничего страшного. Но если бы здесь был узел, я бы расстроилась очень сильно. Так будем считать, что просто вот заживала ниточку. Но уж очень красиво. Кстати, вот к шее ее прикладываю. Если кому-то интересно, как это носочная пряжа, она как обычная носочная пряжа с хлопком. То есть каких-то супер приятных ощущений от нее не ожидайте. Она просто очень красивая. И надеюсь, что она будет очень хорошо носиться в носках. Хотя у меня до этого никакие носки не протирались. Итого. Кстати, я вам не сказала, сколько стоит этот моточек. Этот моточек носочной пряжи стоит 1235 рублей. Это один из самых дорогих моточков моей коллекции будет. Но я себе дала установку в этом сезоне повязать хотя бы из двух дорогих артикулов своих запасов. Именно носочных. Потому что, ну что они лежат, надо как бы их вязать и получать классные изделия. Мне кажется, это будет очень даже круто. Попробовать что-то такое. То я все берегу и берегу. В итоге получается. У меня вот такая вот. Вот такие богатства пряжные. Получились. С одной стороны и большая покупка получается. У меня на два плечевых изделия и на одну пару носочков. А с другой стороны достаточно небольшая. Ее компактно можно куда-то разместить в запасы сейчас. К слову, ссылка на всю пряжу, которую я показываю в этом отрывке, я оставлю внизу в описании под этим видео. На каждый артикул оставлю отдельную ссылку. И если вы хотите сэкономить и приобрести пряжу по выгодной цене, я предлагаю вам воспользоваться моим промокодом на скидку Мурнитка. Он даст 5% скидку на покупку любого из этих артикулов. Мне кажется, это будет приятный бонус к покупке. И поможет вам немножечко сэкономить. Ссылка на магазин пряжа СУ. А также всю информацию о промокоде я оставлю внизу в описании под этим видео. А мы отправляемся продвигать наши вязальные процессы. Сегодня у нас понедельник. И я хочу вам показать все свои процессы. На самом деле, я когда думала о том, когда собирала вот все эти процессы здесь на столе, в кадре, я задумалась о том, что у меня оказывается много все-таки процессов в работе. Я думала, так, я сейчас довяжу футболку из льна, надо будет начинать какой-то новый процесс. А у меня оказывается, помимо этого, еще два плечевых изделия в работе. Но мне не привыкать. Я многопроцессник. Я люблю это дело. Мне нравится, ну, это как-то странно будет звучать. Мне нравится забрасывать проект, приступать к другому, а потом возвращаться к тому, который забросила. Но забрасывать это в таком, знаете, каком-то более утрированном смысле. Я не бросаю прямо его надолго, за исключением одного проекта, который я вам постоянно обещаю довязать. Но все, у меня руки до него не доходят. Надеюсь, что, возможно, в ближайшее время мы к нему вернемся. А сейчас я вам хочу показать, что мы будем с вами продвигать на этой неделе. Перед тем, как начать показывать вам свои процессы, я вам хочу показать, поставила себе на часы очень милый фон, где котики бегут вокруг клубочка. Мне очень нравится, как это выглядит, поэтому решила вам просто, как такая небольшая информация. Так, с чего бы начать? Давайте начнем с самого маленького. Я уже сегодня брала с собой носочки. Вот у меня один носочек уже готов, я вам показывала его в прошлом влоге. Если вы, кстати, не видели прошлый влог, это был розовый влог, мы вязали только из розовой пряжи, я вам оставлю на него подсказку, потому что, как оказалось, многим из вас эта тема очень понравилась, и цветовые влоги, я думаю, что будут периодически появляться на моем канале, потому что у меня очень много пряжи в зеленых оттенках, в голубых, в синих, в каких-то бежевых, то есть все это постепенно объединять и показывать вам в тематических влогах, я думаю, будет необычно и интересно. Так вот, мы вязали носочки в розовом влоге, и я сегодня уже начала вязать второй носочек. И как вот так вот я смотрю поначалу, мне кажется, что они практически идентичные получаются, и узор не будет разниться. Я больше всего переживала, что у меня здесь из-за плотности или как-то там на одну петельку узора сдвинется, и будет смотреться не очень симпатично, но вроде все более-менее красиво. Главное, чтобы мне вот этого моточка оставшегося, покажу вам пряжу, если вы вдруг ее где-то встретите, она мне понравилась, после стирки она стала помягче, и в то же время она стала плотнее из-за хлопка. То есть носки получились не сопливыми, если можно так сказать, а достаточно плотненькими. И я думаю, что они очень хорошо будут носиться. Вот я эти носочки вяжу для своей мамы. Получается, вяжу на спицах 2,5 на 64 петельках, и думаю, что после этих носочков я начну сразу вязать какие-то другие носки, потому что у меня опять случился носочный запал. Ну, я не знаю, я когда не вяжу носки, мне кажется, ну ладно, не вяжу и не вяжу. Как только беру вязать какой-то другой, какой-то носок начинаю, меня потом не остановить. Мне хочется уже сразу продолжать вязать, вязать, вязать. Так, что касается свитера, который я вяжу по описанию Оли Каск. Это свитер поперечным вязанием крючком. У меня уже практически опустел моточек. Это Ализе Котон Голд у меня в цвете Фуксия. И я продвинулась достаточно хорошо в ширину, если вы это можете заметить. То есть вот эта вот пройма идет у нас. И я сейчас вывязываю скос плеча. Получается достаточно большое полотно. Его очень тяжело уместить в кадре. Ну, если, возможно, я вот так бы его растягивала, тогда бы он уместился. Но я думаю, что это не имеет какого-то особого смысла. Я хотела повесить маркер, кстати, и показать вам, как я продвинула его за выходные. Но мне кажется, я провязала вот где-то буквально там, ну сколько это, 10 рядочков. Потому что с каждым разом петель становится все больше и больше. Так как мы делаем скос плеча и прибавляем петли. Поэтому я уже жду не дождусь, когда начнется горловина, чтобы понять, что я отвязала хотя бы половину спинки. Но это вот за два полноценных таких рабочих, вязальных рабочих дня у меня связалось. Я пока продвигаю его постепенно, никуда не тороплюсь. А что я тороплюсь и очень хочу закончить на этой неделе, это топ-футболка. Футболка-топ-футболка из льна. Чем я занималась вчера? Так, давайте я уберу эту проектную сутку, чтобы она нам не мешалась. И подвину вот эти процессики в бок. Футболка из льна. Я, как вы видите, начала вывязывать рукав и сделала вчера вечером обработку горловины. Но обработка горловины получилась у меня спорная. Во-первых, потому что у меня очень странный получился вырез. Если я его надеваю, он выглядит как будто бы перекруглый не до В. Я не знаю, как это объяснить. То есть вот в этом моменте как будто бы слишком много петель. Видимо, из-за того, что я слишком мало ширины оставила. Вот в этом моменте. У меня здесь набиралось, где это буквально то ли 12, то ли 16 петель. Я уже не вспомню, если честно. И когда я первый раз отвязала эту резинку, я набирала... Три набирала, одну пропускала. Три набирала, одну пропускала. То есть у меня 3-1 шаг был. А потом, когда я отвязала резинку, я закрыла, я провязала один ряд лицевой гладью, закрыла и поняла, что у меня горловина стоит. Просто она не лежит по телу, а стоит. Я распустила закрытие и закрыла с шагом... Каждую пятую петлю я убавляла в закрытии. То есть я провязывала 4, закрывала петельки, и потом 2 вместе и закрывала. Горловина стала поуже, но как будто бы она все равно не очень сидит. Я после стирки посмотрю, как это будет выглядеть. Если что, то есть перевязать это не будет проблемой. Самой большой проблемой для меня было, это сделать вот здесь вот более-менее симпатичный набор. Ну, мне кажется, у меня это получилось. Все вроде как аккуратно выглядит. И приступила к вывязыванию рукава. Здесь я отметила центр плеча, от которого я начала вывязывать окат. И на данный момент мне кажется, что у меня рукав получается очень широкий. Я его убавляю здесь. В каждом третьем ряду делаю по 2 убавки. То есть убавку в одну сторону, убавку в другую. Ну, как классический, мы убавляем на рукавах. И делала я окат, ну вот где-то так. То есть вот сколько здесь сантиметров. Сантиметров 5 у меня оката получилось. Укороченных. Я не стала делать слишком много, потому что я боюсь, что у меня будет вот таким вот, как горбом, пузырем. Потому что это все-таки не по плечу у меня сидит, а немножко спущенное плечо идет. И мне главное, чтобы по руке хорошо шло. Если я сейчас провяжу еще немножко, пересниму на вот эти шнуры, которые я вам в прошлом влоге также показывала, примерю, как это смотрится на руке. И если я пойму, что это слишком большое полотно, или как-то не так смотрится, я распущу и переделаю. То есть это не проблема. Наберу с другим шагом петли. Я также набирала здесь 3, набирала 1, пропускала. Возможно, наберу там 2 набирать, буду 1 пропускать. Попробую так. Но я, кстати, привыкла именно 3,1 почему-то набирать из проем. И достаточно хорошо обычно получается. Но, возможно, тут именно проблема в том, что у меня подрез достаточно широкий. Может быть, надо было резко подрез убавить таким треугольником. Знаете, когда слишком большой подрез получается, треугольником убавляешь, чтобы рукав быстро сократить. Я почему-то в этот раз решила так не делать. Возможно, надо было сделать именно так. Пряжи у меня еще достаточно. Это стопроцентный бобинный лен. Мне, кстати, писали, как он называется, но я его в интернете найти не смогла. Лен мне очень нравится, но подсказать, где его взять, я вам не могу, потому что просто не знаю. А там, где я его брала, там его уже давно-давно нет. Я его покупала больше года назад. Но лен очень классный. Мне прям доставляет удовольствие с ним работать. Это прям первая моя полноценная работа из стопроцентного льна. И как сидит футболка, мне нравится. И я надеюсь, у нас, между прочим, на этой неделе, в конце недели начинается вроде как бы апьелета. То есть у нас плюс 25, плюс 27, солнечно, хорошо. И я хочу закончить эту футболку и успеть ее на работу надеть хотя бы пару раз. Покрасоваться там. Это что касается второго. Точнее, это уже третий процесс. Третий процесс. Четвертый процесс. Это кардиган. Мы, наконец, возвращаемся к его вязанию. И на данный момент, что мы с вами здесь имеем? У меня есть отвязанная спинка, отвязанный рукавчик. И я начала вязать второй рукав. Второй, второй рукав. Сейчас я вам покажу, как выглядит спинка. У меня пока это все в таком странном состоянии, потому что это не постиранное и не отпаренное полотно. Я немножечко его отпаривала, но он все равно собирается. Мне кажется, ему надо просто вот постирать его и дать ему отвисеться. Я люблю жаккарды, когда вяжу... Почему жаккарды? Видимо, лапопейса в голове засела. Когда вяжу ажуры, я люблю постирать, высушить буквально пару часов, чтобы просохло до полумокрого состояния горизонтально. А потом повесить на вешалку. И когда она на вешалке отвешивается, отвисится, выравниваются все ажуры и смотрится красиво. Это вот у меня спинка идет. Один готовый рукавчик. Ну и второй рукавчик. Тут буквально я только закончила вывязывать первый узор. Здесь у меня постепенно делаются прибавки. И больше рассказать мне особо нечего. Мне, кстати, нравится, как здесь на резинке. Это я вяжу... Сейчас вам расскажу, из какой пряжи. Как она ложится. Видите, полоса такая. Из вискозового шнурочка получилась. Забавно и интересно выглядит. Что по пряже? Пряже у меня Yernart Symphony. Это у нас 20% вискозы... Стоп. 20% вискозы... Ну, получается 80% хлопка. У меня просто тут затерто. И непонятно. 50 грамм, 125 метров. Это вот хлопковый шнурочек сочетается с вискозовым. Постепенно перетекают друг в друга эти две пряжи. И у меня моток в работе. Остаток от рукава, который я куда-то потом, наверное, в полочку где-то извяжу. И у меня остается еще 4 мотка. И закрадываются смутные сомнения. Как обычно, вы можете не удивляться уже. У меня всегда закрадываются смутные сомнения, что мне не хватит пряжи. И я поэтому одним глазом уже посматриваю, где ее можно взять. Поэтому буду надеяться, что у меня по цветам совпадет. Мне очень, кстати, нравится, я вам уже говорила в каком-то влоге, скажу еще раз, как эта проектная сумка твидовая сочетается с этим процессом. Ну, просто они как будто бы созданы друг для друга. Если бы у меня, например, была юбка такая твидовая с пайетками розово-бежевого цвета, я бы носила, например, какую-то белую топ или белую футболку. И сверху бы надевала этот ажурный кардиганчик. Мне кажется, смотрелось бы очень красиво. Ну, вот, по крайней мере, пока у меня такие продвижения. Будем на этой неделе продвигаться. Продвижения продвигать будем на этой неделе мы с вами. И я надеюсь, что как минимум одной, а может и двумя готовыми работами я вас успею порадовать. Ну, двумя я имею в виду готовыми работами в плане того, что у нас еще с вами носки в процессе. Носки закончить, я думаю, что один носочек мы сможем закончить за эту неделю. А сейчас я отправлюсь заниматься именно льняным процессом, потому что я хочу больше всего его продвигать на данный момент. Так как лето заканчивается, и когда будет уже совсем холодно, я не хочу вязать из льняной пряжи. Хочу уже переходить на более зимние артикулы. И у меня уже есть огромное количество планов на вязание осенью. Я активно сейчас занимаюсь подготовкой видео для того, чтобы вам рассказать про свои планы на вязание на осень и про какие-либо идеи. Как обычно, вот, например, я снимаю формат «Что связать осенью?» И у меня есть новые интересные идеи. Я об этом вам обязательно расскажу, но это будет чуть позже, когда уже будет подготовлено видео. На этой неделе у меня замерзли ноги, и я вспомнила про свой старый-старый-старый, очень старый процесс. Это вязалось очень долгие годы. Когда мне нечего было вязать, не было денег на пряжу, я извязывала остатки карачаевской пряжи, которую мне отдавала бабушка после вязания своих тапочек. И я вывязала их в один длинный-длинный шарф. И только несколько лет, вроде два или один год назад, я придумала то, что можно связать такую змею, наполнить ее наполнителем и сделать лежанку для собаки. Но для лежанки для собаки, достаточно крупной, у нас немецкая овчарка, было бы очень мало. И я решила все-таки закончить, потому что мне захотелось сделать из этого коврик под ноги. То есть я его бросила под стол, и теперь мои ножки всегда в тепле. И что самое удивительное, даже коту понравилось это как лежанка, поэтому теперь это будет у нас на постоянной основе лежать под моим вязальным столом. Отличное извязывание остатков. У нас с вами достаточно солнечно, и я хочу вам показать свои промежуточные продвижения. Мне, кстати, очень нравится, как листик цветочка тень отбрасывает на фон. И я надеюсь, что будет все более-менее хорошо видно, потому что в основном под солнцем я очень редко снимаю, потому что я не люблю какие-то засветы, но тут я хочу вам показать просто каждую ниточку образца. Я отвязала образец, смешав между собой лен, про который я вам говорила в самом начале влога, и сиам ауру. Это альпака на полиамиде, точнее даже в суре альпака. Это такая тоненькая-тоненькая пушистая ниточка. У меня ее 6 моточков, и я ее брала для того, чтобы смешать вместе с этим леном. Подбирала цвет, и даже, мне кажется, цвет практически идеально подошел. Я взяла спицы, сейчас вам скажу, какие спицы я взяла, у меня же все тут задокументировано, бобинка все спешит убежать от нас. Я взяла сначала спицы 3,75, потом спицы номер 4, но мне кажется, что и 3,75, и 4 слишком слабо, слишком как-то дышащее полотно получается, и я хочу какую-то более плотненькую, что ли, французскую кофточку. Я попробую отвязать на спицах 3,5. Мне вообще очень понравилось, какой пушок она дает. Вы просто посмотрите. Это получается что-то мягкое, приятное, классное, шелковистое, за счет того, что здесь есть у нас лен, и он как дает такую пластичность полотну. Если бы, например, у нас еще альпака была на шелке, мне кажется, тут бы просто вот по рукам стекал этот образец. Но получился, мне кажется, он очень красивым. Это прям что-то нереальное, если можно так сказать. Вот такой пушок он дал. Я представляю себе, я очень не люблю, я вам вставлять буду фотографии, что я имею в виду. Я очень раньше не любила, ну и сейчас мне кажется, что они мне не идут. Вот кофточки, которые застегиваются вот прям под горло, с таким круглым вырезом. А вот эту пряжу я вижу именно почему-то в этом процессе. И я уже подбираю, как бы мне там красиво регланом связать или что-то подобное. Какие пуговки взять, чтобы вот это была моя кофточка. Она будет просто, скорее всего, лицевой гладью, без каких-либо узоров и прочего. То есть это будет максимально простое изделие, как такой легкий-легкий кардиганчик в виде французской кофточки, которую я буду сверху надевать на топ, чтобы мне было на работе не холодно, потому что у нас достаточно прохладно, а отопление у нас включат только 15 сентября, насколько я помню. Да, насколько помню, 15 сентября на работе это и того меньше. Возможно, где-нибудь в октябре включат, дай бог, чтобы потеплее было, потому что на работе у нас всегда достаточно прохладно. И я планирую из нее, вот, это будет мой, наверное, план на осень, о которых я вам расскажу чуть попозже. И еще я не знаю, что на меня нашло. У меня бывает такое, что меня не отпускают какие-то остатки. И у меня лежали вот такие остатки в запасах. Это отвязание моей сумки-узла японской. Осталось два моточка в одну ниточку и один моточек в две нити, которые я сматывала. И я подумала о том, вот, кстати, сейчас солнышко выглядит, увидите, как он красиво поблескивает на солнце. И я подумала о том, что нужно куда-то их извязать, потому что мне вот эти клубочки, они вот, ну, прям вообще никуда не нужны. И я не хочу их никуда в запасы убирать, потом помнить, что они у меня есть. Вот мне нужно их прямо здесь и сейчас что-то с ними сделать. Я сначала хотела их Роме отдать, но Рома сказал, что они ему тоже не нужны. Думала, может, тоже что-нибудь свяжет. И я решила в последний момент уже просто начать вязать. Вот вы будете, наверное, смеяться, но так оно и бывает. С вещами, которые нам на глаза очень часто не попадаются. И мы не хотим покупать что-то более дорогое. Я вам говорю о том, что у меня вот, например, на столе, на рабочем, ручки стоят в отрезе бутылки уже около пяти лет. И они стоят там так, потому что их не видно. То есть у меня за монитором не видно, что ручки стоят именно так. То есть если мне нужно взять ручку, я привстаю с кресла, беру ручку и сажусь обратно. И я подумала о том, что если мне эту пряжу некуда девать, почему бы мне просто не взять и не связать, знаете, вот такой как чехол. Я внутрь ставлю бутылку и будет у меня украшение такое своеобразное. Не сказать, чтобы бутылка прям совсем ужасная, просто зелененького цвета, обычная бутылочка из-под лимонада какого-то. Я вот начала, когда обвязывать, самое интересное, я примеряла. Вот по размеру все идеально вроде подходит. И она достаточно плотная получается, но мне кажется, она не подойдет для того, чтобы просто ручки сюда вставить, и она будет мараться. Я не хотела бы этого. Я когда начала обвязывать, оставила на столе вот так вот в примерке, то есть бутылку с ручками вставила внутрь. И муж проходил мимо и говорит, вау, вот это типа круто. Вот надо было давно вот что-то подобное сделать, чтобы вот эту бутылку скрыть. Я такая, о, ну, сказала бы мне раньше, я бы что-нибудь подобное и сделала. Пока по планам у меня сейчас будет вязать вот эту корзинку, продвигать. Но продвигается достаточно быстро, я думаю, что к концу недели ее точно закончу. Будет у меня такая маленькая-маленькая готовая работа, но это даже смешно такое, готовой работой называть. И если там захочется, я пущу какую-нибудь полоску бежевого цвета, либо по верху, по каемочке, либо посерединке. Посмотрим, как у меня будет по настроению. Возможно, у меня даже, у меня останется, скорее всего, еще пряжа, потому что, как бы, по расходу не сказать, чтобы прям сильно много. Это вот такое баловство у меня случилось на этой неделе. Вяжу крючком 3,5, как и сумку вязала. И вот вы думаете, что вот связала я образец, вот связала какую-то корзинку непонятную. А чем ты еще, Даша-то, занималась? Вязание-то будет какое-нибудь хотя бы чуть-чуть? Я закончила вязать второй рукав. Поздравьте меня! И, кстати, я его закончила вязать достаточно быстро. У меня был связан первый рукав до вот этого момента. И вот это я провязала за один день. Ну, за один вечер после работы. Сегодня я планирую начать. У меня остается 4 мотка. 4 мотка, и от 4 я мотка немножко взяла, чтобы закончить буквально один ряд этого рукава. Я из этого моточка начну вязать полочки. У меня остается 4. Ну, точнее, 4 вместе с этим. Остается 3. И я просто надеюсь, что мне хватит. Потому что у меня кроме полочек еще и обвязка потом идет под пуговицы. И мне очень-очень-очень не хотелось бы, если бы мне не хватило пряжи. Поэтому будем продвигать. Вот на кардиган у меня появился какой-то своеобразный запал. То есть мне хочется его дальше продвигать. А вот футболка меня расстроила. Дальше вам покажу, что с футболкой случилось. Она меня, правда, очень сильно расстроила. И я на грани того, чтобы ее прям полностью распустить и забыть об этом, как о страшном сне. Об этом процессе. А к этой пряже вернуться уже летом. Давайте вам покажу футболку свою. На самом деле меня терзают смутные сомнения по поводу этого изделия. Потому что, как оказалось, рукав это прям самое сложное, что может быть именно в нем. Я за вчерашний вечер перевязывала рукав в третий раз. И на данный момент он вроде смотрится симпатично. И выглядит это все более-менее. И вроде можно уже примерять и носить. Потом связать второй такой же и носить это изделие. Но знаете что? Он сидит просто ужасно. Он ужасно сидит. И я не знаю, что с этим делать. На самом деле я перепробовала уже все варианты, которые только возможны. Я уже поубавляла максимальное количество петелек. И убавляла уже... Как это называется? Подрез. И убавляла в процессе поворотов. То есть как-то пыталась это все сократить, аккуратно сделать. И резиночку вроде все уже все закрыла. Готовый рукав. Но я когда примерила, он знаете как сидит? И это надо показывать просто на мне. То есть он сидит вот... Давайте я попытаюсь как-то это сымитировать. Вот так. То есть на нем находится вот эта вот такая непонятная складка. Прям под мышкой. А все остальное более-менее вроде меня устраивает. Но потом я начала замечать, что... Ну прям очень и очень. Сегодня, кстати, плохое освещение. Поэтому небольшие проблемы с фокусом. Никак не могу ничего поделать. Я уже даже освещение просто в квартире включила. И все равно как-то фокусируется плоховато. И у меня... Вот, кстати, горловина на данный момент смотрится как будто бы вот прям хорошо. Но когда я ее надеваю, она знаете как выглядит? Я, конечно, это все примерю в финальном подключении. Она выглядит вот так. Не обязательно она топорщится. Она просто выглядит как-то ненормально. Как будто не докруг... А, так как бы сказать... Перекруглая, не до В. Вот что-то такое. Я, если честно, пока вот занималась перевязыванием бесконечным этого рукава. Пока занималась примеркой постоянно этого изделия. Я настолько сильно к нему остыла, что я поняла, что я уже не хочу японским плечом себе эту футболку. У меня на данный момент остается еще вот такой вот клубочек, остаточек. Я думаю, что тут грамм еще, наверное, 70. И в аккурат бы хватило еще на один рукавчик. И получился бы у меня полноценная футболка. Я так подозреваю, что если до конца недели не решу, что с этим делать, то я полностью его распущу. Без зазрений совести, спокойной душой. Возьму просто и распущу. И как бы все. Больше я не буду даже напрягаться по поводу этого изделия. И мы вернемся с вами к нему. Уже следующим летом, получается. Потому что такая классная пряжа, и не хочется связать из нее какую-то неносибельную вещь. Я думаю, что вы меня понимаете. Поэтому уже как бы и лето закончилось. Я успеваю розовую футболку еще свою из Бетти поносить. А вот эту футболку уже не успею надеть. Ну, может быть, один-два раза. Поэтому я лучше распущу ее полностью. Пряжа останется у меня в запасах. И я потом уже переделаю, когда мне будет интересно опять взяться за эту пряжу и за этот процесс. Надеюсь, вы понимаете мои сомнения и не будете сильно горевать, если я все-таки в итоге его распущу. Но я, скорее всего, не буду его распускать до момента подключения лицом в кадре, потому что нужно все-таки показать, как он смотрится. Ну что ж, пришло время подвести итоги этой недели. И я не знаю, что со мной произошло, но на этой неделе на меня напал какой-то непонятный невезун. Не в плане того, что мне не везло, а в плане того, что мне не вязалось нормально. Я не знаю, почему, как это вообще связано с погодой или еще с чем-то, но я брала как-то спицы в руки, и я как будто бы, знаете, устала. То есть я уставала вязать эти петли, я такая, ой, хочу отдохнуть. И просто занималась какими-то своими другими делами. Пораньше ложилась спать, больше уделяла времени там просто дому, просто другим каким-то хобби. И получилось, что за эту неделю у меня мало получилось продвижений. И я думаю, что отчасти это все связано с одним процессом. То есть из-за того, что я очень много сил в начале недели потратила на то, чтобы вязать рукава, перевязывать постоянно рукава для вот этой футболки, которую я вам уже показывала в подключении ранее, я думаю, что она меня просто выбила из вот этого постоянного вязания, и я расстроилась. У меня давно не было такого, чтобы я связала какое-то изделие почти полностью, и надо было его полностью распускать. То есть для меня это тяжело, потому что, во-первых, это все везде отрезалось нить. То есть у меня получится много маленьких клубочков, потому что у меня ни регланом вяжется, ни реглан-погоном. То есть у меня все тут практически отдельно, кроме цельного тела. Но я настроена прям серьезно. То есть я возьму сейчас после съемок этого видео, я сейчас вам через пару минут покажу, как это смотрится на мне, что мне не нравится. Я понимаю, что вы будете мне писать, что как это исправить и прочее, но я поняла, что я лучше сделаю так, как я все-таки хотела. У меня не получается футболка оверсайз формата, как я хотела, как я вам делала на зарисовках. Она получается с каким-то... с очень маленькой свободой облегания, она получается со странной горловиной. И если она мне на этом этапе не нравится, то лучше ее полностью распустить и взять в работу уже потом регланом, реглан-погоном, там, японским плечом. Я прокачаю больше свое вязание японским плечом, методом японское плечо, японским плечом вязать. И исправлю это все. Кажется, вот на вешалке как будто все смотрится нормально. Давайте я вам покажу, что мне не нравится и в чем все-таки проблемы. Итак, самая основная проблема... Я немножко буду смотреть на зеркало позади камеры. не в экран к вам, чтобы показывать и рассказывать на мне, что мне не нравится. Мне не нравится, во-первых, как сидит горловина. Мне кажется, она выглядит странно. То есть она не должна быть такой формы, но получается как будто она как-то... какой-то вытянутый овал. То есть вот... Ну, мне кажется, мне такие горловины не идут, при том, что горловина получается по ширине практически как половина плеча. И кажется, что горловина, знаете, слишком широкая, что ли, для такого изделия, потому что изначально я планировала, что оно будет супер гипер мега оверсайз, который будет классно смотреться на мне, потому что я люблю оверсайз форматы, но я все равно сталкиваюсь с теми проблемами, что я до сих пор не умею рассчитывать идеально ширину чтобы у меня была та самая свобода облегания я обычно закладываю всегда 55 сантиметров, то есть у меня обхват бедер 100, я прибавляю свободу облегания 10 сантиметров, при том, что я еще по низу изделия делаю разрезы то есть мне кажется, что это как будто бы нормально, в обхвате груди получается, что у меня вообще 30 с лишним сантиметров точнее не 30 с лишним, 20 с лишним 25 практически сантиметров свободы облегания это очень большое изделие но все равно в итоге я где-то, мне кажется, что ошиблась в расчетах или еще что-то, я набираю не те цифры, которые высчитываю в итоге у меня получается всегда какая-то проблема, я не знаю, надо бить себя, видимо, по рукам пытаться все-таки рассчитывать как-то через какие-то программы что-то вот, что-то менять чтобы у меня получались изделия ну, хоть не с первого раза, так со второго и что касается рукава ну, я думаю, тут все понятно вот видите во-первых, тут из наборного края рукав видимо, лен настолько сильно это, кстати, отпаренное полотно лен настолько сильно подгибается что он аж рукав за собой подгибает и у меня получается раз, вот эта вот складка вот этот пелемень это ужасно смотрится и второе, он как будто проваливается вот внутрь, вот так вот то есть мне как будто рукав надо было делать изначально вот как-то так, что ли то есть даже если так бы я его сделала он, не знаю, как-то не то, что я хотела но это не оверсайз да, у меня есть здесь понизу свобода облегания свобода облегания за счет того, что я сделала разрезы если бы разрезов не было у меня было бы совсем тут чуть-чуть свободы этой может быть из-за того, что у меня слишком широкие проймы скорее всего, да потому что я думала, что знаете, уже как оправдание идет я думала, 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 думала в итоге не получилось показываю вам по факту не пытайтесь спасти это изделие мне, как изделие, его не жалко мне жалко пряжу поэтому я хочу связать это в что-то лучше буду совершенствоваться на этом изделии жаль, конечно, что в этом году у меня не удалось все-таки получить из него готовую работу теперь мы можем спокойно с вами поговорить про изделие, которое помимо этого процесса но на самом деле остальные изделия меня радуют пока на данный момент я довольна практически всем за исключение, наверное, сомнений в расходе пряжи вот это вот свое стандартное что я не знаю, хватит ли мне хватит, не хватит я думаю, что вы уже устали от моих постоянных хватит, не хватит поэтому надо ограничивать себя в таких выражениях и не транслировать на вас постоянно свою одну и ту же мысль так вот, я вам рассказывала я за кадром поглядываю рассказывала о том, что я начала вязать корзиночку для ручек и я ее связала конечно, да, позорно можете вы мне сказать не купить за 100 рублей себе подставку а использовать какую-то криво обрезанную бутылку но я не стесняюсь вам этого показывать потому что мне кажется, что у нас у каждого есть такая вещь которая, если она служит то менять ее не особо хочется это не то, во что хотелось бы вложиться материально поэтому я решила, что можно использовать остатки и у меня получилось очень даже ничего сейчас покажу вам, как это выглядит я сделала ее немножко повыше чтобы она перекрывала эти борта бутылочные и это выглядит следующим образом мне кажется, получилось очень миловидно очень симпатично в интерьер впишется можно спокойно поставить теперь на стол чтобы это было видно и мне не будет стыдно хотя мне и не было стыдно за то, что у меня стояло это в бутылке потому что я не обращала на это внимание мне это было, если честно, не интересно не хотелось мне что-то менять а сейчас получилось что-то милое и крутое почему бы и нет остатки при том, что пристроены я довольна все отлично что касается других моих процессов давайте я вам покажу продвижение по носкам я, кстати, думала что я на этой неделе довяжу эту пару носочков но что-то не пошло и я остановилась на вывязывании пятки то есть я вязала эти носочки постепенно продвигала на работе в обед вот, наверное, именно поэтому на работе в обед у меня было много работы поэтому я вместо того чтобы вязать свой обеденный перерыв я работала дополнительно я, если честно, никак не жалуюсь то есть меня все устраивает все вроде более-менее хорошо было я помогла кому нужно помочь и просто не продвинула носок ну, бывает, ничего страшного думаю, что на следующей неделе мы эти носочки уже закончим и начнем вязать какие-либо новые ну, вот, как вы понимаете у меня здесь идет убавка на пятку уже возможно, на этих выходных можно эти носочки завершить чтобы уже их с собой не таскать один и тот же процесс под сериальчик сейчас повязать хотя, такие маленькие процессы дома я не люблю вязать как раз таки из-за того, что у меня дома и так хватает процессов полноценных, плечевых всяких, разных, больших которые невозможно куда-то с собой возить поэтому лучше я их буду продвигать дома точнее, у меня даже нет выбора продвигать их дома или не продвигать и последнее, наверное, что я вам покажу потому что по розовому джемперу я отвязала продвижение в два ряда но, у меня, кстати, вот давайте пока отложим я вам скажу про розовый процесс свитер и крючком, который я вяжу по описанию, у меня появилась идея мне очень понравилось я видела в на ютубе, знаете, как есть как это, мини ролики шортсы они вроде называются на ютубе я листала, когда шортсы увидела шортс от Марты Тарасевич кстати, могу оставить вам ссылку на ее канал это достаточно молодой канал девушка там вяжет в основном крючком и вроде только обучается вязанию спицами я периодически смотрю ее канал и я увидела ее вот этот шортс где она показывала то что она вяжет жилетку с завязками по бокам как раз таки поперечным вязанием крючком наподобие того, как я вяжу сейчас свитер по описанию Оли Каск то есть я задумалась о том что можно связать еще если мне понравится как вообще сидит на мне такая плотность вязания если можно так сказать я задумалась о том что можно связать себе такой жилет я если честно не смотрела еще видео будет ли у Марты описание будет ли это платное и бесплатное описание либо это будет видео мастер-класс я посмотрю потом на ее канале если вдруг там уже какие-то есть ссылки я вам их оставлю а так пока оставлю ссылку только на канал я задумалась о том что сейчас так как у нас будет осень и я всегда хотела себе очень давно я практически в каждых планах на осень за последние два года планирую себе жилет на завязках либо рассказываю о таких жилетах в вязальных планах на осень те кто давно на моем канале они уже должны это запомнить были что у меня какой-то бзик на это есть но я почему-то их не вяжу и мне показалось что так как я сейчас вяжу поперечным вязанием и мне это очень нравится и плюс еще увидела этот шорт и я подумала о том что наверное нужно все-таки уже попробовать если будет полноценный мастер-класс я не знаю в этом сезоне у меня какое-то большое желание вязать только по мастер-классам видимо я из-за того что у меня стало последнее время огромное количество неудач в моих расчетах я хочу переложить видимо эту ответственность на автора мастер-классов то есть если у меня вдруг что-то не получится это виноват он на самом деле это шутка просто мне хочется немножко расслабиться от этих расчетов и повязать по описаниям и когда я вам буду рассказывать про свои вязальные планы на осень я вам буду рассказывать в основном про платное описание по которым я буду вязать надеюсь на ваше понимание потому что вот у меня как-то я именно хочу поработать с чьими-то наработками а не со своими и я поняла что я хочу я в смысле на мысли перепрыгиваю я хочу этот жилет вязать из пряжи которая у меня есть в запасах у меня было на выбор два варианта это одна и та же пряжа просто в разных цветах у меня есть точнее даже в трех цветах она у меня есть у меня есть пряжа мадам трикот мадам катон мой самый любимый полухлопок наверное все таки катон голд будет на втором месте а мадам трикот мадам катон это просто вот любовь в моем сердце навсегда она бархатная шикарная вот просто шелковистая давайте я вам подсказку оставлю на большой обзор полухлопков где я показывала и рассказывала про эту пряжу тоже и я хочу связать я поняла только что у меня есть голубой есть кирпичный цвет очень старый один это самый первый цвет мадам трикот мадам катон который я себе приобрела и у меня есть еще зеленый цвет вот я думаю что на осень голубой как-то будет слишком холодно по оттенку а либо кирпичный либо зеленый использовать самое то кирпичный у меня был уже в роспуске и он у меня так лежит вот я все на него смотрю и думаю что возможно все таки вязание такого жилета крючком именно из вот этого кирпичного цвета станет идеальным вариантом для него идеальным вариантом извязать эту пряжу и забыть при нее потому что я очень много перевязывала я там пыталась платье вязать пыталась свитер вязать много образцов у меня ушло и на полноценные изделия скорее всего там уже спицами не хватит с длинными рукавами а на какой-то такой жилет думаю вполне почему бы и нет 500 грамм наверное можно уложиться даже если у меня там 450 грамм ну или зеленый зеленый это прям знаете для души порадовать себя но все таки осенний цвет это больше кирпичный цвет плюс я еще буквально пару дней назад прикупила себе велюровые брюки на осень в цвете знаете кирпичный с корицей вот такой очень сложный красивый цвет потом когда у меня будут какие-либо примерки я буду примерять с этими брюками мне кажется вам тоже этот цвет очень понравится это что касается моих желаний вязанием крючком а я вообще хотела вам рассказать что я довязала рукав и продвижение пока тоже никаких дальше не делала рукав выглядит следующим образом то есть у меня тут достаточно большая достаточно спущенное плечо будет поэтому рукав у меня не доходит прямо до плеча сейчас я вам покажу спинку и вы поймете почему я так говорю но вообще смотрится очень хорошо даже после стирки и ВТО он должен еще потянуться посмотрите у него какой запас растяжимости я думаю что у меня получится достаточно еще длинный рукав который будет закрывать мне пальчики как я люблю прям такой уют своеобразный создавать вот второй рукав и спинка и спинка выглядит следующим образом где у меня тут горловинка вот смотрите насколько широкая горловина то есть у меня здесь еще будет обвязка резинкой 2х2 и насколько спущенное плечо то есть в аккурат как у меня длина рукава на футболке в которой я сейчас сижу вот в аккурат так и будет у меня плечико можно кстати было бы вместо кардигана уже связать джемперочек вот просто получилось бы связать перед у которого поглубже был бы вырез у меня получился бы классный джемпер но я настроена на кардиган мне кардиганы сейчас намного больше нужны чем простые джемперочки поэтому будем вязать как запланировано при том что я еще бы хотела бы этот кардиган связать по тому как он задумывался изначально автором в сочетании двух фактур пряжи то есть классическая фактура и фактура фантазийная типа травки я бы хотела взять например хлопок травка и в цвет к нему подобрать хлопок и связать вот этот кардиган еще в таком варианте но посмотрим когда он я его закончу что у меня в итоге получится понравится мне не понравится и тогда уже будем решать будем ли мы повторять это изделие дальше ну и последнее что я вам хочу сказать по поводу вот этой корзинки я извязала не всю пряжу из остатков которые у меня осталось у меня осталось еще два клубочка беленьких в одну ниточку и вот бежевый я вообще никак не затронула я хочу взвесить вот эту корзинку сколько у меня по расходу в граммах ушло сюда пряжи и если тут примерно столько же я хочу связать еще одну точно такую же корзиночку чтобы в нее складывать пульты то есть положить ее поставить ее например либо в зале либо в спальне и пульты чтобы не лежали на полке а стояли и занимали меньше места и как-то это более было знаете организовано поэтому хочу еще еще извязывать эти остатки далее мне кажется некоторые бы просто взяли уже давно были выкинули эти остатки чтобы они им не мозолили глаза а мне иногда хочется вот некоторую пряжу у меня может остаться вот такой клубочке я на него посмотрю и подумаю зачем он мне нужен и выкину а иногда у меня случается какой-то бзик что я даже вот самую какую-то простую дешевую пряжу я не могу ее отпустить и мне хочется ее еще довязывать вот до самого последнего сантиметра чтобы она у меня полностью ушла. Бывает, интересно, у вас такие бзики, или только я страдаю всякой такой фигнёй, если можно так сказать. На этом у меня всё. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была я, Даша. Надеюсь, вы не расстроились, что я распущу эту футболку из льна. У нас будет ещё просто миллион классных проектов визуальных, и я думаю, что мы найдём что-то более крутое для этой пряжи. А мы увидимся с вами совсем-совсем скоро в новых видео. Всем пока-пока!